МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокомпании Гомелюстуды. Працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Ильняная карусель. Сегодня у корме прошел фестиваль, присвященный по ночному шоуку. Уборочная на экваторы. На рахунку кожная зернятка. И это не просто слова. Это реальная задача. Профессийное свято означает завтра работники стальных магистралей. Урошисты схода дня чугуношника провели на передо дне у Гомели. У подарунок музею девять мастаков с всей краины приняли уделу пленеры на территории Палацево-Паркового ансамбля. А зараз об этом и иншим подробязно. Фестиваль Няная карусель прошел сегодня в городском поселке Карма. В Центральном парке для гостей свято подрихтовали множество тематичных локаций. В программе «Льняный парад» и «Льняное дюфиле». Выстава декоративно-прикладного мастерства, майстер-классы и творческие выступления. Фестивальные пляцовки наведал наш корреспондент Максим Савин. «Льняная карусель» закружила райцентр у третий раз. Доволись теплы по масштабах у 2017-м и 2019-м фестиваль значно вырос колькосно и якосно. Соли там заявки на удел подали больше за 70 майстров и рамесников, а так само маль два десятки творчих коллективов. Слава про кармянский льно-фестиваль распаусюдживается худко, спрыяя этому и интернет. Посол Австрии у Беларуси Алаизия Вергеттер доведался про льняную карусель социальных сеток и выросла обовязково наведать мероприемства. Темболь, что у Австрии вельми цикавятся темы лёну. У Австрии шмат прихильников культуры лёну. На жаль, традиции у нашей краины позабыты. Однако мы спадзаемся наладить контакты с Беларусью у гэтым напрямку и узнавить культуру лёну у Австрии. Фестиваль организованный на вельми высокем узровне. Показаны усе нюансы выросшивания и перепроцовки лёну. Это вельми цикавая информация. Свет повинен ведать, что у карме проходят такие добрые мероприемства. Полночный шоук. Минавито так еще называют лён. Ягоня просто выросшивать и перепроцовывать. Однако выникам у всех намагания установится не просто тканина, а соправдный символ Беларуси. Теплота наша. Лён возьмешь в руки, вот эта вот шершавость, вот эта вот земля чувствуется просто. Организаторы фестивалю подрыхтовали для гостей множество тематичных локаций. На их можно было доведаться про сферы уживания лёну. Цикавым был адекватный блок экспресс-курсы по истории вытворчасти лёну по выкористанию его кулинары, кисметологии и при выработке оденья. Своим майстерством дярились и рамесники. Любы жадают, шымоха володать сазами ткацкого майстерства. Сплесьте простую финишку, тис творить узор на соправдным ткацким станку. Умею вязать, поэтому мне было бы интересно вот что-то новое. Я никогда не пробовала, но видела и просто заинтересовалась. Сложнее, чем вязание? Для меня – да. Про лёну к армянским районе ведают шмат. Ягод тут выросшивают и перепроцовывают. Ведь всё лето фестиваль истотно поширую географию. Удел приняли не только жахары белорусских регионов, а ле и представники и инших краин. Царод гостей – россияне, украинцы, бельгийцы и австрийцы. Сприяя и лняная карусень наладживанию не только культурных совязей. Самое главное, что контактируют не только простые люди. Контактируют и, как вы видите, так скажем, руководители. Здесь посол Австрии, оказывается, Австрия давным-давно не занимается льном. То есть этот контакт, я думаю, приведёт к более серьёзным договорам, последствиям. То есть это новые рынки сбыта для нашей страны. Зрабитель на ную карусель брендом Кармянского района. Восьмэта, якую ставят перед собой организаторы. Непокульяны, упевнена крочить у гэтым напрямку. Максим Савин, Валерий Гопанькор, телерадио-компания «Гомельс Кормы». Протягиваем выпуск на экваторы. Господарки Гомельской области убрали зерневые большим на полове площадь. От знака у 50% переодолили 13 районов. Лидер по гэтым покажеку – Лоевский. Тут обмолочено больше, чем 85% палетков. Три чверти пройшли аграры Брахинского и Мазырского районов. В середнем за день в регионе убирают 3% площадь. Поскорить темпы не дозволяя на дворье. Середняя уроджайность зараз 23 центнеры с гектара. У кошта держзаказу поставлена маль полова запланованного объему сбожия и 70% рапсу. Заморуживая дождливое на дворье и уборку льну, под гэтую культуру в области было отведено 5000 гектаров. Засуха на початку лета зменьшила площадь на 400 гектаров. На данный момент на перепрацовку отправлена 10-я частка льно-тросты. На сегодняшний день мы, что касается льна, ведем и теребление, ведем и вспушивание, и прессуем при нормальных погодных условиях. То есть работы ведутся все, заготавливаем семена. Что году, первую неделю Жнивня, свое профессийное свято, День чегуношника, означаются працовники стальных магистралей в Беларуси. С этой нагодой в Палаце культуры чегуношников прошел расистый сход и ушановление передовиков в творчестве. Наш корреспондент Ганна Корольчук долучилася до веншуванья. Беларусская чегунка – не только лидер национальной системы перевоза, калей и один из найбуйнейших процедавцев в Украине. На чегунце працуют каля 80 тысяч человек. За их 15% в Гомельском отделении. Для регионов это стратегично важное предприемство, связанное с реальным сектором экономики. За полгода перевезено больше за 6 миллионов человек и 22 миллионы тонн грузов. Гомельские чегуношники все лет распорцевали и укранили 37 рационализаторских пропанов, которые скоротели простой вагонов и сэкономили ресурсы. Те, кто унес у огольный поспех, значительно особистый уклад, на передо дни профессийных освят отримали у Знагорода. Свою трудовую деятельность начал на станции Жлобин. Прошел от оператора по централизации до инженера по охране труда. В 2011 году перевелся начальником станции Рогачев. Работа интересная, разнообразная. В моем подчинении 28 человек. Это люди разного характера. То есть и профессии, начиная от станционного рабочего, заканчивая дежурным по железной дорожной станции. Как есть мужчины, так и женщины. Ну и с каждым надо, конечно, иметь свой подход. Поддяки, гоноровые грамоты и нагрудные знаки Министерства транспорта, Управления Белорусской Чигунки и Гомельского отделения, а так само профессийного союза. Яны в арте этого. В первом погоде с 2019 года Гомельское отделение Белорусской Чигунки заняло первое место в Голеновом споборнице. А кроме того, предприемство Гомель-Чигун-Дортранс занесено на республиканскую дожку гонору по вынниках работ за минулый год. В тот же час сами чигуночники расповедают, что не только працей наполнено их життё. Наравне с высокими вытворчими показчиками развивается Гомельское отделение и у социальной сферы. У нас на железной дороге есть традиции. Мы ездим на спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия. Со всех наших структурных подразделений собираются команды. Мы участвуем. Очень-очень такие соревнования у нас активные. И в итоге занимаем места. Я хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником, пожелать им крепчайшего здоровья, благополучия, а белорусской железной дороги процветания. И, соответственно, выполнение заданных показателей на уровне 100% и выше. 230 человек, среди которых керавники, специалисты и рабочие отзначены под час урочистого мероприятия за свои досягнение. На сцене Палаца культуры чигуночников они так само отримали у знагорода и веншивания от областной и городской уладов, советов депутатов и администраций районов. Наш город дал путевку в жизнь и профессиональные навыки многим железнодорожникам Республики Беларусь, да и далеко за пределами нашей страны. Крепкого вам здоровья, добра и тепла ваших семьях. Ну и, как говорится, пускай любым вашим начинанием светит зеленый свет семафоров. Ганна Корольчук, Василия Сипцов, Телерадио, компания «Гомель». Прислуховываться до проблемы пожадания у людей. На предприемстве «Гомеля» был пассажир «Транс», отбылась опромая телефонная линия. Звонки принимали на протягу двух годин. Зворотов на прямую телефонную линию, которая проводится раз в месяц, заусюду поступает шмат. Тычатся яны у основным открытия новых маршрутов, пригородного ци городского громадского транспорта и измену руху уже иснуючих. Доприклад, для «Гомеля» зараз одно самых горячих пытаний – запеспечить потребы в маршрутном транспорте жихара у новых микрорайонов. С первого верося, некоторые острые пытания будут зняты. Вопросы есть, особенно по строящимся микрорайонам. Это, например, Шведская горка. Туда уже организованы автобусные сообщения и троллейбусы в этом году пошли. Но, однако, все движение организовано по улице Пениськова и есть вопросы по улице Денисенко, которая огибает Шведскую горку. Сейчас мы рассматриваем вопросы об организации движения автобусов по улице Денисенко. Кроме того, есть вопросы по микрорайону Хутор. Он довольно интенсивно застраивается, но транспортное сообщение там на данный момент недостаточно. С первого сентября мы планируем добавить туда еще один автобус на 42-й маршрут и рассматриваем вопрос об изменении схем движения по самому микрорайону Хутор. То есть организации движения через улицу Жемчужную. Промые телефонные линии допомогают сошить за настроем и пожеданиями людей. Так само худко реаговать и выправлять недохопы в работе, лишать на Гомеля был пассажир «Транс» и заповнивают – ни один зворот без отказа не застаётся. Три автомобилей худкого реагования поступили у распоряджения воротовальников «Освода». Специальную технику, которая даст махчимость больше оперативно, приходить на допомогу людям и выполнять широкий спектр задач, продоставила на безвыплатной основе Министерства по надзвычайных ситуациях. Передаша спецтранспорта у распоряджения Гомельской областной организации «Освод» прошла на территории пожарной части на улице Олимпийской. Это две машины худкого реагования «Зил» и автофургон «Газель». Транспорт у добрым стане и с малым пробегом. Автомобили дозволят супрацовникам товарыства воротования людей на водах стать ещё больше мобильными, самостоянно доставлять своих специалистов на место здоровья и выражать широкий задач, не звертающихся за допомогой до инших экстренных службов. Загаду о продоставлении спецмашин подписал министр по надзвычайных ситуациях Владимир Вашенко. Неоднократно председатель нашей областной организации «Стельмашок» Александр Иванович выходил с ходатайством и перед Министерством обороны, и перед Министерством по чрезвычайной ситуации об оказании помощи в транспорте. Потому что в сложных метеоусловиях, зимних условиях мы не располагаем техническими средствами, позволяющими обеспечить безопасность людей, согреть людей в тяжёлых условиях. И мы планируем эти автомобили распределить на те участки Гомельской области, которые до этого не имели транспорта для осуществления выезда на поиски, на патрулирование, на осуществление водолазных работ. Плануется, что один из автомобилей ухудка горягования отправится у Полески региона. С размеркованием меньшей техники в ротовальнике освода вызначатся, коли проанализуют узровень потребы у всех районных подразделений. В працовное место пропадает открытое акционерное товариство «Гомель-жалезо-бетон». 8 жюня отбудется черговый день предприемства. Городжанам пропадают вакансии рабочих специальностей и инженерно-технических работников. Затекавленных ждут в городском управлении по праце на улице Пролетарской, 18, с 10 до 12 годин. Суискальникам рекомендуется при себе иметь пашпорт, документы об эдукации и працовную книжку. Больше за 15 тысяч модетных семья в Гомельщине отримают материальную допомогу до нового научного года. По мере одноразовые выплаты складая до 30% бюджету прожиточного минимума. При этом конкретную сумму вызначают местовые органы улады, заходячи с мягчимостью бюджета. В этом году сумма выплаты на одно дитя складе 55 рублей. В регионе стартовала акция «Детям до школы». Волонтеры «Червоного крыжа» начали сбор школьной вопротки и обудку письмовых и спортивных принадлежностей. Дякую же допомогу Гомельчан для детей уже собрано больше за 120 предметов вопротки и рюкзаков. Принять уделу акции можно несколькими способами. Набыть школьные принадлежности и передать их волонтерам, альбо сдействовать охварование. На собранные гроши купят необходные речи для детей, чьи батьки по тих-ти и инших причинах не могут самостойно подрихтовать их до школы. У нас сегодня ежегодно проходит акция «Соберем портфель к школе». Эта акция помогает семьям, многодетным, малообеспеченным, нуждающимся, не в силу, которые не могут собрать себе, вернее, ребенка не могут подготовить к школе. Мы проводим ежегодные акции и помогаем детям полноценно пойти в школу. Оказать допомогу и принести школьную вопротку обуток, письмовые принадлежности можно в любой час. В Гомеле сейчас установлены четыре контейнеры червоного крыша. Величая грация. Популяция высокородного оленя в Гомельском районе повеличилась на 33 особины. Живел выпустили на волю. Обновление популяции оленя в Гомельском районе начали в 2016 году. Сгодна с держпрограммами «Белорусский лес» и «Ахова новокольного осяродя» и устойливая выкористание природных ресурсов. Займается этим областная организация белорусского товариства полевничных и рыболовов. В осенью минулого года в Литве набыли больше, как 20 оленей, и поместили их в вольер площадь 8 гектаров, где иные проходили акклиматизацию. За зиму народилось еще 9 живел, и вот иные отправились на волю. Оленя в Гомельском районе выпускают в третий раз. В наших лесах живелы отшивают себе добро, и активно размножаются. Прижились очень хорошо, и согласно учетам, что у нас более 200 голов сейчас на территории района, с учетом уже выпущенных сегодня оленей, то приплод очень хороший. Это говорит о том, что им здесь комфортно. В худшем часе оленя могут стать и объектом полевания. Для этого популяция живел повинна досягнуть необходной колькости. В Гомельском палацово-парковом ансамбле распочался республиканский пленер выявленного мастерства. Это одна из самых знаковых акций, присвеченных надыходящему стагодию музея. Девять членов Белорусского союза мастерства, все родяки Анатоль Отчик, Владимир Тихонов, Миколай Бондарчук и Александр Костюченко на протягу тыня будут створать авторские творы на территории парка и палаца. Полотны закликаны адлюстровывать архитектурные помники, пригожость новоколя, музей и связанные с ними подеи. Дарыша усе удельники пленера уродженцы Гомельщины тому добро ведают головную культурную славутость региона. Я 40 годов прожил после закончения высшей научной установки в городе Гомеле. Тут мое пройшло становление, тут мне народился мой сын Мастак Глеб. Из великого задовольнения я приехал на этот пленер, чтобы еще раз помалять в этом цыдовном парке. Я люблю краевид с другой стороны сажа. Вот когда поглядеть там, где с пляжной стороны, вельми пригожи, такое панорамное, вот я меркую оттуда написать вот эту работу. По закончению пленера восьмого жребня гостям презентуют готовые работы живописцев с еще свежими фарбами. У дни юбилейных урочистостей допрацованные картины Мастаки подороть в музею. Гомельский областный драматичный театр завершил 80-й сезон премьеры «Девять белых хризантемп» по пьесе «Миколая Коляды». Спектакль погрузил глядаршоу разважание об выпадковостях и перотвызначенности. «Вы в филармонии когда-нибудь были? Не, ну были или нет, отвечайте. А вот забросили, задавили. Да вот же, вот, вот. Ребята, из филармонии меня провожали, вот. Свети, мне подарили». По сюжете головная героиня тропляя в отделении милиции аэропорта за помылки у документов. Выпадковая сустреча да помогла знайсти страшных каханных людей, шукать надею и радость. Режиссер постановщик заслужен идея шмастатства в России Михаил Мамедов. Годом и хамельчанам по спектаклях «Незамужняя Жаншина» и «Жанучшее счастье». Вот этот прорыв сквозь одиночество, найти человека, который выразил свое участие, мне кажется, это сегодня для меня в данном случае важно. 75% зрителей – это женщины. И поэтому женская судьба, она многое определяет и в семье, и в городе, и в государстве даже. Новый театральный сезон стартует в Веросте из показа всех опошенных премьер. А по акуле все жадающие могут принять в дело фотоконкурсе примеркованным до 80-го театра. До 31-го жнивня свои работы треба дослать по электронной почте або промоем доставкой у областный драмтеатр. Это могут быть фотографии актеров и спектакля с дымки на фоне будинка театра, у фойе або глядельной зале. От одного человека примается до пяти работ. Перемьерство вызначит до 30-го костришника. Яны отримают сертификаты на бесплатный прогляд спектакля в 81-м театральном сезоне. Кировництво и гульцы хоккейного клуба «Гомель» сустрелялись с болельщиками, обмерковывали состав команды, цены на билеты и меты на наступный сезон. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова отримала отказы на свои пытания. Сустреча с болельщиками распочалась с обвесчением этого клуба на наступный сезон и формирование команды. Перед головным тренерами команды Сюлита стоит задача подняться выше пятого места в чемпионате Беларуси. В позаминулом сезоне команда выиграла Кубок Салея. В минулом перейшла по размеру по финального континентального кубка. Закронули на пресс-конференции и острые пытания по выплатам заработка у гульцам, которые покинули клуб. Есть определенные претензии со стороны игроков, которые ни в коем случае не были проговорены во время подписания контракта. Это какие-то дополнительные претензии. Поэтому все, что игрокам было обещано, все контрактные суммы на сегодняшний день и контрактные обязательства перед игроками, они исполнены клубом в полном объеме. И на сегодняшний день есть определенные нюансы по выплате стимулирующих выплат. Скажем так, но этот вопрос будет закрыт до окончания этого календарного года. Другий пункт на парадку дня – представление новых гульцов. Формированием команды занимался особисто головный тренер Сергей Стась. Болельщиков познайомили с 29 гульцами, заявленными на Кубок Солея. Сирот их – опытные легионеры Юры Кокшаров и Илья Серогин. Они подписали годовые контракты. Вернулся в гомель нападающий Сергей Тополь. Кировництво Рысел означает, в новом сезоне будут сребить ставку на своих выхованцев. С 29 гульцов 22 выросли у структуры клуба. Хотим видеть полные трибуны на наших домашних играх. Мы создаем новую команду. Вы хотите видеть новые лица, вы хотите новый стиль. Я тоже этого хочу. Я хочу видеть людей на трибуне. Поэтому мы собрали группу ребят, которые хотят зарабатывать, а не получать. Под часу встречи представили новую билетную программу. Каждый будет варьироваться от 1-2 до 5 рублей. Самые дорогие на 4-5 секторы. Кольеры формы застались раннейшими. Черно-червоно-белый. А вот сама форма и логотип клуба будут новыми. Их представят на финале Кубка Солея у Орши. Вероника Хомзюкова, Василия Сипцов. Толерадоя компания «Гомель». Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте. В интернете по адресу www.tvrgomel.by. Выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова